12-летняя девочка пропала утром 17 ноября в Лысьве. Об этом заявила в полицию ее мама. К поискам подключились местные жители и волонтеры, но искать долго не пришлось. Тело ребенка обнаружили в одной из квартир дома, где она жила. Подозрение в похищении пало на 35-летнего соседа, проживающего в том же подъезде, этажами ниже. Раскрыть преступление помогла собака Ищейка. В квартире злоумышленника обнаружили тело. Было обнаружено тело 12-летней девочки с явными признаками насильственной смерти. По подозрениям в совершении этого особо тяжкого преступления задержан житель города Лысьвы. Следователями направлено в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Убийца и педофил не стал отрицать вину, признался в надругательстве. Решение об аресте проходило в суде в закрытом режиме, поскольку в деле фигурирует несовершеннолетний ребенок. Правоохранители выясняют, как школьница попала в квартиру соседа. Установлено, что тот уже отбывал наказание за изнасилование ребенка и вышел из мест не столь отдаленных всего полгода назад. Местные жители рассказали, Душегуб жил в этом доме с раннего возраста. Его биографию здесь знают все. Он рос тихим и незаметным. Я знаю, что на его счету уже два преступления. Оба они шли почти по одному сценарию, как и последние. Первую жертву он держал в шкафу несколько дней, но не убил. А вот второй не повезло, так же, как и бедной Дине. После того преступления он вышел из тюрьмы всего полгода назад. Сейчас проводятся необходимые следственные действия. Тем временем мы обратились в Березняковскую полицию с одним лишь только вопросом. Возможно ли повторение подобной трагедии в нашем городе? Выяснили, в Березняках более 180 человек, вышедших по УДО. Правда, по каким статьям в полиции не уточнили. Всего на учете в отделе участковых полномоченных полиции состоит около 2000 человек. Все лица проверяются участковыми и совместно с сотрудниками уголовного розыска. Сотрудники полиции просят горожан проявлять бдительность, ведь, как показала Лысвинская трагедия, беда поджидала за соседской дверью. Елена Суханова при поддержке телекомпании «Рифейперь».